всем привет еще раз 30 января пивная пятиминутка илья ну что начинаем масс-маркет ваш любимый может и нелюбимый но вы его любите потому что вы его пьете фельдшлетхин не дошел я все еще до двух черри уже не продается так что будем считать что до двух это пилснер и 2 дизайн обновился старый даже были не стал искать конечно помните как с урбоком уже раньше такой же был простенький а сейчас тут таки нарисованы вот решил я добить линейку фельдшлеткина но черри если конечно попадется нас да не давно его не видел вряд ли уже попадется не хотелось бы его пробовать или я пробовал да нет я только и потом пробовал ай пи эй точнее ничего по цене она приятно удивило зашел сегодня думаю ну надо все пора пора брат пора брать смотрю цель 54 55 рублей такой тону на серьезно я даже засомневался что она прямо вот в германии сварено 55 но это что-то вообще нереально вообще в принципе пиво фишлескин пилснер светлая пастеризованная фильтрованная баночка 0 5 так алкоголя нам тут 49 обещают но сусло вообще маловато 12 2 то есть жидкого то пил будет состав вода ячменный солод хмель есть ничего лишнее дрезден германия все как полагается у нас производитель уазис как всегда работает на кб и это все импортирует но за 55 рублей но но серьезно я не знаю странно ну вот по цвету видно что там как бы вот 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 ну вот уходит она уже в такой в бледноватый желтый цвет то есть в плотности там конечно вообще на минималках так ну ладно хотя бы не мочу и пахнет дает твой мать много налил жопашник но такое неприятно солодовый конечно ароматит но я бы сказал что он своеобразно я бы не сказал что он противный как наши косячит конечно такой своеобразный да твою мать критились семечками что лет дает точно о так маслом отдает подсолнечным точно говорили же тоже какой-то косяк пива я ни разу не чувствовал ну так это то же самое получается подсолнечное масло она же семечек подсолнуха то есть вот ну да вообще говорят что это дефект но я его ни разу вот так явно не чувствовал смысле подсолнечное масло как может пиво блять пахнуть подсолнечным маслом ну вот вот так это не прямо вот явный явный аромат подсолнечного масла дезодорированное неферированно там а вот блин такой скромный ароматец и вот этот вот услуг солод уходит в этот аромат ну так себе если считать что это дефект ну как бы блять сорян давать проводить на вкусе тоже есть немножко это масло но так принципе она очень легкая лайтовая я пытался поймать горчинку пилснерскую не смог она просто максимально лайтовая как будто вообще сейчас для меня все больше и больше семечками начала пахнуть к вот или какой-то першину прямо настолько мягкая пошутила агрессивность лагерная агрессивность есть что-то что тут пилснер я не знаю это можно было бы назвать какой лагер экстра или еще там какие у них экспорт экстра какие у них там премиум лагер и и нормально никто не знает что это такое как бы и пойдет а когда ты пишешь пилснер тут как бы доеваться можно кислинку солдовую чувствую а горчинки хмелевой я не чувствую кто-то может скажешь что это ну блин это же пилснер то все таки не в чешском стиле а в немецком как у них такого нету такой жесть и ухты мне она как бы не очень противно вот единственно аромат вот этот семечек как бы это не айс а так ну блин пиво и пиво просто являл евро лагерок до более насыщенный не такой как наши вода вот этот за 55 до вполне я вспомнил просто сейчас цену тут кислинка идет она ровненькая легонькая летом вообще банку за банкой можно всаживать на улице а это противозаконно совет шучу как бы солдовая кислинка хмеля не за вообще не чувствую от слова совсем но это может мои рецепторы уже такие подзабитые как бы охмелеными крафтовыми сортами поэтому я уже там какие-то минималки хмеля не чувствую хотя в чешских то я чувствую но не более агрессивная в плане хмеля не знаю в общем думайте сами решайте сами я думаю вот это пиво много кто пьет человек много поклонников этого пива во первых из-за цены во вторых что она немецкая да из-за того что она пил сар вряд ли просто она ровненько без вот наших региональных косяков как вот не любят до нашего творить хорошее пиво не хотят и все не буду сейчас упоминать все эти компании на пиво они всех прекрасно знают у кого-то еще есть свои которые я даже не пробовал такие же касси пор и региональная как бы это приемлемо это можно пить вполне себе давайте еще на посошок и заканчиваю ну блять но семечки конечно да они конечно отталкивают не хорошо идет вообще лайтовый идет давайте еще розлив напоследок 21 декабря розлив 30 чуть больше месяца как бы свежак можно сказать что свежак не дать нельзя все на этом будем заканчивать не болейте берегите себя будьте здоровы открывайте для себя новости ли пиво это пилсеры советую чешские не наши не немецкие хотя может кому-то не нравятся горяченько именно чешская советую чешский вот последний раз чуя право крушовицу но там не пил сыр был но все равно блин у них все равно есть к это особенный вот профиль какой-то вот есть там был просто империал хрен знает что это значит на тоже написали бы здесь империал блять кто такие что такое вот премиум империал экстрата экспортно но экспортная мы знаем что такое а так вот вот эти вот непонятные словечки конечно это нормально так что ну чешская ну вот мне очень понравилось я прям хочу насобирать каких-то чехов сделать неделю чехов заколебусить хотя чуваками не можно конечно сделать только времени на на них найти какую-то отдельную неделю на найти но это будет наверное не раньше чем там к сожалению я даже не знаю у меня сейчас пока всего на перепробовать все а открывайте для себя новый пивоварни фельдшлёски ну в принципе почему бы и нет что-то можно что-то нельзя там как бы такое такое себе да ну и все завтра увидимся завтра продолжаем шашлайн шнайдер 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 вайсом следующим тапком и следующий фельдшлёски нам последний пока что на данный момент который я не пробовал там по-моему вид вид пир он такой же не в новой этой стилистике а вот такой все его прекрасно знаю все давайте увидимся тир 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 им тир 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 им